Просто открываем инсталляцию, открываем такое место памяти, которого, как нам кажется, как кажется мариупольцам, не хватает. И особенно важно это в дни памяти и примирения, в дни памяти о тех, кто погибли на войне. Обычно это дни воспоминания тех, кто погибли на Второй мировой войне. Но мы с вами, мариупольцы, все точно знают, какая война сейчас самая важная, какая война, которая еще идет и которая нам нужно выстоять. Поэтому мы попытались собрать имена мариупольцев или тех, кто рядом родились, из этого региона, которые погибли в течение пяти лет войны с Россией. Оказалось, что это не так уж легко, что нет таких единых реестров, которые именно ведутся по мариуполю. Но мы собрали, попытались собрать, может быть это не все. Имена, списки этих людей сделали, фотографии. И какое символическое место памяти, которое мы бы хотели, приглашаем всех посетить, ознакомиться с информацией об этих людях. Это те, кто нас защищали, кто продолжают защищать и продолжают, к сожалению, гибнуть. Вот позавчера буквально Морфе. И мы хотим, чтобы мы не забывали, что, несмотря на то, что вокруг мирное небо, как бы так цветет весна, война продолжается. И именно эти два дня мы приглашаем 8 и 9 мая посетить это место, тем более, что это аллея памяти. К сожалению, многие забыли, что это место, я даже не мариупольская, я просто все узнаю тут и все время интересно, это аллея памяти погибших на войне. Это не Арбат, мы все продолжаем называть это место Арбатом. Но Арбат это все-таки московская история.